Веками ходили легенда о пресноводных людоедах, о прожорливых пираньях, свирепых европейских самах, а с недавних пор о другом гиганте более пугающем, чем все остальные, о саме Багарии. Он обитает в самых уединенных уголках планеты и якобы питается обожженными трупами с погребальных костров. Сейчас в печати муссируются слухи о нападениях на людей. Кто-то считает, что это просто жуткие басни. Другие же боятся, что этот людоед уже охотится за новой добычей. Сейчас истории о Багарии активно обсуждаются в СМИ. Кто-то, кто может тебя съесть, такие вещи пугают и завораживают. Особенно если речь идет о рыбах. Это страшные монстры из пучины, ты их и не замечешь, как они к тебе подберутся. Они чаще всего живут в мутной воде. Всемирно известный путешественник, искатель приключений и рыболов-экстремал Якуб Вагнер решил непременно выяснить, что здесь правда, а что вымысел. Лично поймав чудовищного Багария. Северная Индия, близ границы с Тибетом и Непалом. Здесь речная система Великого Ганга, возможно, находится в осаде. За последние 20 лет на реке Кали произошло три нападения, приписываемые Багарию. Однако в последние месяцы его здесь видели гораздо чаще. Возможно, эти воды – новые охотничьи угодья Багария, где он охотится на людей. Река Рамганга, вон там. Здесь Якуб за 3000 километров от родной Чехии вступает в семидневную экспедицию. В погоне за предположительно величайшим из людоедов. Надеюсь, там нам удастся поймать Багария. Якуб одержим спортивной рыбалкой всю свою жизнь. Чрезвычайно талантливый спортсмен и бесстрашный путешественник этот рыболов сражался с самыми крупными и крутыми рыбами-монстрами от Техаса до Таиланда. Он много раз бил мировые рекорды, выслеживал и распознавал редчайших рыб в самых глухих местах их обитания. И вот теперь ставки возросли. Опытный рыбак преследует единственную цель – найти убийцу в его малодоступном логове. Возможно, это самая опасная задача за всю его карьеру. Прежде мне приходилось ловить крупных самов, но Багарий – другое дело. У него огромные зубы, вроде акульих. Мы пытаемся найти очень редкую рыбу – Багария. По латыни – Багариус ерелли. Проблема в том, что мы ничего толком не знаем об этом виде. Чтобы найти эту рыбу, нам придется обследовать разные части реки. Первый день из 7, 8 метра. Берега реки Рамганга. Якуб знает, у него почти нет шансов поймать Багария в одиночку. Заручившись помощью местного рыбака и специалиста по сплаву по реке, Якуб готовится проделать вниз по реке путь длиной около 50 километров. Там он планирует встретиться с самым уважаемым местным специалистом по саму Багарию – Винеем Бадолой. Я очень взволнован. Неизвестно, чего ждать. Думаю, еще немного. Багари – лишь одна из возможных опасностей. Рамганга – также родина смертельно опасных тигров, змей и крокодилов. Палящий зной, часто выше 37 градусов, усугубляет высокая влажность. Поплыли. Вперед! Заканчивается период засухи, и уровень воды в реке опасно низок. Команду ждут глубоководные течения и пенящиеся стремнины. Это опасный маршрут. Но на экспедицию всего неделя. До специалиста по Багарию добраться по реке намного быстрее, чем по горным дорогам. С каждой минутой они все дальше от цивилизации и все ближе к охотничьим угодьям Багария. Этот вид появился более миллиона лет назад. Но он по сей день живет и здравствует. Багарий родом из Юго-Восточной Азии считается, что самый крупный может достигать двух метров в длину при весе более 110 килограммов. Выступающие зубы и широкая пасть Багария превращают его в столь свирепого убийцу, что его прозвали дьявольским самом. Багарий очень искусный хищник. Он умеет присасываться к крупной добыче. Потом он использует свои крупные зубы, чтобы вцепиться в нее. Возможно, не существует других самов, способных питаться настолько крупной добычей. Багарий считает, что он совершенно точно способен напасть на человека. Два часа дня. Пхик Ясен. Вернувшись с надувной лодки во взятый напрокат джип, Якуб вовремя прибывает на встречу со специалистом по рыбной ловле Венеем Бадолой. Привет, Венеи. Рад познакомиться. Как дела? Отлично. Как рыбалка? Неплохо. Вода начала сильно пребывать, но вообще неплохо. Мне еще не приходилось ловить Багария. Надеюсь, ты мне поможешь. Конечно. Пойдем к реке, да? Только сначала нужно получить благословение. Хорошо. Венеи рыбачит в этих водах уже более 30 лет. В качестве профессионального гида Венеи приводил многих иностранных рыбаков к самой крупной рыбе этой местности. Также он один из немногих людей на земле, непосредственно изучавших легендарного Багария. Сначала команда направляется в местный Ашрам, в святую обитель. Священнослужитель дает свое благословение. Якуб надеется, что это святое место принесет ему удачу и заставит реку отдать ему соперника с устрашающей славой. Нет доказательств того, что Багарий повинен в чьей бы то ни было смерти. Но Венеи слышал, как местные жители описывали страшные нападения. Я знаю о мальчике, которого рыба утащила в реку Кали. Я говорил, с его матерью она и по сей день не оправилась от шока. 88-й год, река Кали. Конец 80-х. Маленький сын местной женщины плещется на мелководье, но вдруг что-то схватило его снизу. Мальчика, утащенного под воду, больше никто не видел. Кроме того, Венеи слышал о внезапных исчезновениях скота. Я говорил с человеком, который своими глазами видел, как его буйвола что-то утащила под воду. Есть еще одно жуткое местное поверье, что Багарий рыщет под погребальными плотами. Кремации на открытом воздухе – древняя священно-индуистская традиция. Когда деревянные погребальные плоты прогорают, человеческие останки падают в воду, либо же кто-то их утаскивает под воду. Индусы сжигают своих мертвецов. Когда умирает человек, его тело несут к реке. Даже если труп сгорел частично, он попадает в реку после похоронного обряда. Полусожженные тела наверняка несложно найти по запаху. На реках Кали и Рамганга часто совершают погребальные ритуалы. Некоторые специалисты полагают, что голодные речные падальщики Багарий стекаются сюда в поисках жуткой, но легкой добычи. Именно поэтому эти сомы вырастают такими крупными и любят человечину. Ясно одно. Благодаря особенности под названием «неограниченный рост», чем дольше живет Багарий, тем больше он вырастает. У этих рыб практически нет естественных врагов, поэтому Багарии – главные хищники. Могут достигать ужасающих размеров, теоретически достаточных для того, чтобы охотиться на людей. Некоторые местные жители, вроде Винея, думают, что нападают только несколько рыб, или даже один единственный хищник со зверским аппетитом. Рыбы действительно привыкают питаться трупами. Возможно, это все одна рыба, которой пришлась во вкусу мертвичин. Может, кто-то плавал недалеко от трупов и двигался таким образом, что привлек ее внимание. И с тех пор у этой рыбы появилась склонность впитаться людьми, и всем, что можно поймать на мелководье. Однако другие боятся, что все гораздо страшнее, и то, что Багарий пристрастился к человечине, скорее своего рода результат эволюции. Их естественную среду обитания нарушило строительство загрязнения и чрезмерный лов рыбы. Не брезгая представителями вида гомо-сапиенс, живыми или мертвыми, древний вид адаптируется. В поисках новых источников пропитания. Это явление распространено среди сильных хищников. Рыбки снят к удаленным местам обитания. Источники пищи могут пропасть. Им приходится переключиться и охотиться на другую добычу. И пока в некоторых местах активная промысловая ловля и браконьерство угрожают Багарию истреблением, большая опасность в этой связи может грозить человеку. Три часа дня. Венеерико хорошо знаком, и он ведет команду к идеальному убежищу Багария, каменистой подводной пещере, близ мест, где чаще всего видели этих рыб. На вид эта заводь подходит отлично. Давайте попробуем. Мы бросаем наживку в глубокий затон, где живет Багарий. Подбираемся все ближе к местам, где Багария видит часто. Мне не терпится поймать эту рыбу. Они достаточно велики, чтобы съесть человека. Но кто-то определенно пробует наживку. Да. Это не течение, оно бы тянуло вправо или влево, а не по направлению к нам. Может, это крупные угри? Может. Ты видел? Это уже третий или четвертый раз. Якуб чувствует резкий рывок. Клюет. Мощная рыба сильно тянет его леску. Я сматываю леску как можно быстрее. Молюсь, чтобы это был крупный Багарий. Но вода мутная. Может быть, это кто-то другой. Мне не терпится увидеть дьявольского сама гиганта. Хочу его вытащить как можно скорее. Борющийся монстр удивительно силен. Но в грязной воде Якуб не может разглядеть, что у него на крючке. Рыболов боится, что его леска может в любой момент оборваться под давлением. Он тянет сильнее и вытаскивает рыбу на поверхность. Прекрасный усач. Это не Багарий, но это одна из самых желанных для рыболова пресноводных рыб на земле. Усач Тор. Я не ожидал, что поймаю усача. Наживка была рассчитана на Багарий. Я использую крепкую стальную проволоку и два больших одинарных крюка. Но это красивая рыба, я очень рад. Придержи. Вытащив рыбу на берег, Якуб дотягивается до крюка. Я пытаюсь вытащить крючок, вот так. Перед тем, как выпустить рыбу на свободу, рыболов хочет осмотреть первого пойманного усача и первый улов в этой экспедиции. Чистое золото. Выделяющийся пестрыми плавниками, морщинистым ртом и золотой чешуей, усач Торп главным образом водится в этих водах, бегущих с Гималайских гор. Один из самых крупных представителей семейства карповых в мире. Он может достигать почти трех метров в длину при весе 68 килограммов. Его высоко ценят за размеры, необыкновенную красоту и мощь. И для опытных рыболовов, усач один из самых серьезных пресноводных соперников. Сколько он весит? 10 килограммов. Хорошая рыба. Хорошая рыба. Да, спасибо. Якуб выпускает усача в реку. Это не Багарий, но я невероятно рад, что мне довелось выпустить такую красивую рыбу. Чистое золото. Пока. Увидимся. Он выжил при поимке, но, быть может, этому самому усачу суждено погибнуть в пасте Багария. Физически Багарий способен есть крупную добычу. Самые известны своей жадностью. Креветки и мелкие рыбы – основные пункты их меню. Но что же может заставить Багария позариться на мясо млекопитающих? Морские хищники, вроде акул, славятся кровавыми убийствами. Что же заставляет речных обитателей делать то же? В любой экосистеме появляются хищники, просто потому что мясо – богатейший источник белка. Всем необходимо потреблять белок. Как правило, те, в чем рационе много белка, вырастают крупнее. Багарий – не единственный пресноводный житель, охочий до богатого белками рациона. Одна из самых известных речных тварей, которые ест мясо – это пиранья. И хотя пиранья редко вырастает длиннее 45 сантиметров, эти острозубые охотники нападают злобными стаями. Они кусками сдирают мясо с крупной добычи за считанные минуты, оставляя лишь голые кости. Отличительные черты пираньи являются ее склонность к питанию мясом в принципе, а также способность отрывать куски мяса. У нее приспособлены и для этого зуба, они треугольной формы и очень острые. Якуб не понаслышке, знаком с платоядной пираньей. В 2008 году он плыл по Амазонке, забросил удочку, размотал леску и... клюнуло. Агрессивная рыба извивается и бьется на поверхности воды. Пиранья. Вытащив рыбу в лодку, Якуб пытается показать камере ее зубы кинжалы. Но она атакует. Впиваясь Якубу в руку. Рана глубокая. Еще одно доказательство мощи пираньи. Это кровавое сочетание инстинкта хищника и самозащиты. Но когда нападают дьявольские самы, Якуб гадает, они защищаются или охотятся. Вернемся на Рамгангу. День второй. Восемь утра. После двухдневных поисков Якуб полон решимости поймать Багария. Видите, это место, где маленький приток впадает в реку. Сменив тактику, рыболов прочесывает воды в поисках, место идеально подходящего для того, чтобы вручную забросить приманку, утяжеленную к камню. Ему нужна подводная бухточка, где Багарий любит охотиться. Нужно самому все подготовить. Камень, наживка. Можно плыть. Пересекая поток, Якуб борется с сильными течениями, ни на секунду не забывая, что находится в необычных владениях знаменитого людоеда. В той же воде, что омывают погребальные костры и человеческие останки. Что думаете? Очень сильное течение. Принимая в расчет поток, Якубу нужно бросить наживку в определенное время, чтобы она не провалилась слишком глубоко между камней. Но стоит Якубу отпустить наживку, он замечает проблему. Старые брошенные рыболовные ярусы. К ним привязаны бутылки в качестве поплавков. По всей видимости, их бросил местный рыбак. А теперь они представляют опасность, так как могут перепутаться с леской. Чтобы их убрать, Якуб возвращается в бурный поток. Он хватает первую из нескольких бутылочных лесок. Но тут что-то идет не так. Якуб пытается устоять, но его сносят течением. Мобилизовав силы, Якуб прокладывает себе дорогу к цели. Добравшись до них под водой, он хватает оставшиеся лески и рвет их изо всех сил. Ему удалось. И он плывет назад к берегу. Занятно плавать в той же реке, в которой они сжигают тела мертвецов. Я плаваю в реке, на берегах которой каждый год сжигают тысячи и тысячи людей. Якуб старается не поддаваться усталости, ведь плотоядный Багарий, возможно, затаился где-то внизу. Он надеется, что его приманка опустилась где-то недалеко от логова Багария. Скажу вам, течение сильное. Надеюсь, мы сумеем поймать рыбу. Здесь угодья Багарии, и Куб может быть в безопасности лишь на суше. После одного из нападений, якобы совершенных Багарии, многие считают, что даже ходить вброд здесь опасно. 1988 год. Река Кали на границе Индии и Непала. 17-летний парень заходит в воду, чтобы освежиться. Его подружка неподалеку и совершенно не подозревает, что его тянет вниз. И что произошло дальше, не видел никто. Вдруг что-то схватило юношу, потащило под воду в пучину. Его искали три дня на участке реки длиной в пять километров, но ничего не нашли. Многие верят, что юноша был проглочен целиком. Был ли загадочным убийцей огромный Багарий? Происшествие только раздувает слухи о ненасытном речном чудище. Продолжая поиски легендарного людоеда, Якуб сталкивается с невыносимым полуденным зноем сухого сезона. Такое случается, когда долго ходишь по камням. При такой жуткой жаре заходишь в воду, это и есть экстремальная рыбалка. Он направляется еще дальше, вниз по течению Рамганги. Ранний вечер, глубокая излучина реки. Достигнув обрыва, возвышающегося над возможным обиталищем дьявольского сама, Якуб разбивает лагерь. Он хочет проверить теорию, согласно которой Багарий охотится по ночам. Забрасываю последний раз до темноты. Мы не знаем, питается ли Багарий днем или ночью. Нужно проверить это. Спустя несколько часов, когда все засыпают, начинает клевать. Но в кромешной тьме Якуб не успевает вовремя выбраться из палатки. На следующее утро его ждет разочарование. В половине второго ночи было слышно, как клюет. Определенно, это был Багарий. Но так случилось, что мы не успели найти молнию, открыть палатку и потеряли рыбу. Третий день из 7, 8 утра. Якуб продолжает путь. Упущенная ночью рыба говорит о том, что экспедиция приближается к исконной территории Багария. Рыболовы все ближе к цели. Там может быть подходящее место. 10 утра, еще ниже по течению, еще ближе к местам, где недавно видели Багария. Когда ловишь их днем, нужно знать, где залегла рыба. Точное место, чтобы... Опытные гитвины и бодолы считают, что команда нашла популярное среди Багариев место. Здесь удивительно сочетаются все благоприятные для них условия. Быстрое течение, глубокие заводи и изобилие пищи, на радость голодному Багарию. Якуб теперь все время на чеку. Ему нужно сохранить свои силы на жаре, так что он ждет недалеко от лески с наживкой. Сильно клюет. Хорошая рыба. Хорошая, хорошая. Ребята, это очень сильная рыба. Теперь надо действовать быстро. Еще немного. Якуб боится, что если это рыба Багария, его острые зубы могут перекусить леску или безнадежно искорежить металлический наконечник. Опусти рыбу вниз. Пока Веней дает указания, Якуб борется, чтобы рыба не сорвалась. Очень сильная рыба. Но пока чудище бьется, стараясь выплюнуть крючок, леска может порваться иным способом. Нужно быть осторожным, в воде много камней. Не ослабляй натяжение. Очень сильная рыба. Под водой рыба ныряет, чтобы попасть в самое глубокие убежище на дне. Он старается уйти под камни. Это коронный номер крупных самов. Не позволь ему залечь на дно, держи его на плаву. Стараюсь. Если монстр найдет пещерку и спрячется, он сможет натянуть леску, и та в итоге порвется. Но Якуб не хочет сдаваться и вытягивает рыбу на поверхность. Багарий, Багарий, да! Да! Это Багарий. Якубу некогда на него любоваться, но увидеть этого таинственного монстра во плоти поразительно. Наконец-то я поймал своего первого Багария. Багарий так сильно сопротивляется, что Якуб убежден, что тянуть его на берег надо вручную. Идем к воде. Осторожнее, Якуб. Он очень быстро уходит на глубину. Больше я не ошибусь. Он тяжелый, как камень. Я схвачу его за хвост. Наконец, последний рывок и... Речной хищник у него в руках. Какая красивая рыба. Фантастика. Вот так рыбина. Монстр. Багарий – дьявольский сом-гигант. У Багария широкое, приплюснутое тело. Оно имеет форму тарана. Его сильные мышцы, покрывающие костяной скелет, укутаны сверху жесткой роговой кожей. По строению, похожей на ногти человека. Только посмотрите на эти маленькие глазки и на эти усы. Знаете, что интересно? У Багария внутри уса кость. Я не знаю других сомов, у которых в усе есть кость. И у него огромный рот, полный крупных зубов. В нем чувствуется что-то доисторическое. Как и акулы, треугольные зубы Багария предназначены для того, чтобы вонзаться в добычу и рвать ее. Смотрите, его голова. Как камень. Поэтому он такой тяжелый, видите? Как камень. Я бы с удовольствием запустил ему руку в желудок, чтобы проверить, что же он ест. Но не буду этого делать, потому что тогда он точно меня покусает. Прямо так и вижу, как он лежит на дне без движения, а потом подплывают маленькие рыбки, или даже большие, и... Так бывает. Давайте снимем рыбу с крючка. Якуб оценивает длину рыбы. Ее длина примерно метр двадцать, при весе около тридцати шести килограммов. Как думаешь, его длина, наверное, около метра пятидесяти? Настоящие чудища, они могут вырасти, как думаешь, до трех метров? Ну, три метра, да, возможно. У трехметровой рыбы голова была бы примерно вот такой ширины. Больше ширины моих плеч, уверен, ей ничего не стоило бы попробовать человечной. У крупного сама теоретически достаточной силы, чтобы напасть на человека. Он может откусить и проглотить кусок, составляющий более десяти процентов собственного веса. Этот багарий при своих размерах мог бы проглотить часть человеческой руки или ноги. Якуб знает, что багарию опасно долго находиться на суше. Взглянув на него в последний раз, он его отпускает. Мне нужно продолжать рыбалку, чтобы поймать более крупного багария. А тебя я отпускаю. Якуб уверен, что крупный людоед все еще где-то здесь. Местная история о нападениях описывает гораздо более крупную особь чудовищного размера плотоядную рыбину, дьявольского сома, способного проглотить нечто побольше, чем просто руку. Якубу не до отдыха, пока он не встретился лицом к лицу с гигантским багарием. Четвертый день из восьми. Якуб Вагнер поймал багария длиной метр двадцати, массой тридцать шесть килограммов. У него и его команда осталось три дня на то, чтобы выловить легендарного дьявольского сома. Они приближаются к местам, где багария чаще всего видели. Мы пересекаем маленькую речушку. Водятся ли здесь багарии? Здесь могут быть багарии. Надеюсь, они не нападут на наш джип. Они углубляются в джунгли. По такой пересеченной местности уже не проедешь на джипе. Чтобы продолжить путь Якубу и его проводнику Винею, нужен особый транспорт. Мы хотим добраться до совершенно секретного местечка, где должен быть чудовищный багарий. И туда нас может отвезти только слон. Здесь просто поразительные места. Правда, да? Да. Тайное место Винея находится в глубине владений тигров. Тут так опасно, что даже опытные проводники не рискнут идти пешком. В Индии угроза нападения тигров существует постоянно. В дикой местности багарий пока что благоденствует. Но многие опасаются, что цивилизация подступает все ближе, и голодные хищники привыкают к новому рациону. Куда входят скот и человеческие останки, и даже начинают видеть в людях возможную добычу, и ведут себя так же, как другой вид сама людоеда, сом европейский или обыкновенный. Европейский сом необычен своими размерами. Это одна из самых крупных в мире пресноводных рыб. Он огромный. Единственная плотоядная рыба-монстр, сравнимая с багарием, этот самый крупный в Европе сом. Он может достигать 5 метров в длину при весе 300 килограммов. Широко открытая пасть обнажает ряд острых зубов. Эти монстры определенно любят мясо. Они часто едят лягушек, крыс и птиц. По имеющимся данным, злобные хищники также нападают на людей в европейских водоемах, которые расположены гораздо ближе к цивилизации, нежели индийские охотничьи угодья багария. 4 июня, Берлин. Прохладная вода местного озера привлекла купальщиков, спасающихся от летнего зноя. Молодая девушка плавает вместе с подругой. И тут она чувствует, что кто-то схватил ее за ногу. Отчаянно болтыхаясь, она вырывается. В больнице врачи обрабатывают рану серповидной формы на ее голени. Этот укус – визитная карточка европейского сома. И у других местных жителей были похожие раны. Подобные нападения – излюбленная тема для прессы. Официальные лица полагают, что несколько агрессивных сомов просто защищают пространство, где размножаются. Но возможно ли, что этот сом кусает людей, чтобы понять, являются ли они потенциальной добычей? Для Якуба европейский сом – знакомый соперник. Багарий – не первый крупный сом, которого я ловлю. Я поймал самого крупного в мире европейского сома. Он был больше меня, такой большой, что мог бы проглотить человека. С этой рыбой непросто сладить. Когда молодой Якуб только начинал ловить крупных рыб, он прошел боевое крещение, поймав сома размером с человека. Тогда, в апреле 2007-го, он побил мировой рекорд, поймав очень крупного сома длиной 2 метра 40 и весом 109 килограммов. Но Якуба эта незабываемая встреча произвела неизгладимое впечатление и разожгло в нем желание поймать другого легендарного сома-людоеда – Багария. Теперь в поисках чудовищного Багария, которому якобы не чужд вкус крови, по пути к определенному месту на реке Якубу и Винею нужно остерегаться наземных хищников. Когда ты едешь на спине у слона, ты в полной безопасности? Это безопаснее, чем идти пешком. Но наша слониха слегка обеспокоена из-за диких слонов и тигров, поэтому немного нервничает. Думаешь, они где-то рядом? Да. Виней, смотри, вон следы тигра. Огромные. Да, довольно крупные и свежие. Поедем другой дорогой. Да. Пятый день из семи. Время поджимает. Остается два дня, когда команда прибывает на место, которое выбрал Виной. Они окружены дикой местностью. За много километров от цивилизации и от помощи. Сноровки и решимости Якуба предстоит пройти решающую проверку. Идем ловить Багаре. И вот клюет. Крупная рыба. Чувствуется ее мощь. В этот раз я могу понять, что она борется совсем как Багарий. Первое, что они обычно делают, пытаются залечь. Он такой тяжелый, будто из бетона. Когда я стараюсь его тянуть, ощущение, что вывихну руки. Что бы ни было у Якуба на крючке, эта тварь почти вырывает удочку. Он пытается тянуть меня. Не дай ей лечь на дно. Огромная рыба. В сердце индийских джунглей рыболов Якуб Вагнер борется с мощным существом из реки. Он вцепился в удочку изо всех сил. Но рыба сопротивляется. Монстр пытается улизнуть и спрятаться на глубине. Поэтому леска чрезвычайно туго натянута. Она трется об острые камни. Нужно бежать, или она протащит меня по камням. В этой борьбе, кто кого перетянет, Якуб сильно наматывает леску, боясь упустить добычу. Бывалый рыболов Финей убежден, что единственный верный способ поймать рыбу, это измотать ее. Не дай ей залечь. Да. Вот огромная рыба. Если Якуб оступится на острых камнях, это может стоить ему улова. Ты посмотри. Вот это рыбина. Чем больше Якуб борется с рыбой, тем крепче в нем уверенность, что на крючок ему попался гигантский багарий, способный съесть человека. Это та рыба, которую мы хотели поймать. Но рыба не собирается сдаваться. Она глубоко ныряет в поисках убежища. Она очень глубоко, глубоко. Да. Затем на поверхности показывается костяной уз. Широко открытая пасть этого гиганта на крючке. Догадка Якуба подтвердилась. Он столкнулся с невероятно большой особью. Какой большой? Просто монстр. Рыбаку некогда колебаться. Да. Наконец он может коснуться рыбы-гиганта. Да, друг мой. Да. Вот это рыба. Якуб и его команда хотят побыстрее отнести багария на платформу для взвешивания. Приподними хвост. Понадобилось три человека, чтобы отнести эту громадину на мелководье. Не верится. Длина достигает нереальных метров восьмидесяти восьми. Раз, два, взяли. А вес более 74 килограммов. Это мировой рекорд. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Такое чудище. Прекрасная рыба. Спасибо, ребята. Теперь якубу нужно безопасно вернуть рыбу в воду. Осталось только одно. Изучить челюсти багария поближе. Посмотрите на эту широкую пасть и фантастические зубы, как у акулы. Я уже у багария в пасти. Смотрите. Нетрудно представить, как бы он вонзил зубы в мою ногу и затащил меня в воду. Так что да, это чудовище могло бы убить человека. Да, я в этом уверен. В непосредственной близи от этого легендарного хищника якуб делает вывод, что у этого сама хватит сил и средств, а также размера, чтобы стать смертельной опасностью в воде. Вы так его удержите? Хотя невозможно выяснить, могла ли эта или другая особь убить человека или уже это делала, этот багарий просто удивительная рыба. Спасибо, спасибо. Могу вам сказать, что эту поездку и рыбу я запомню на всю жизнь. Да, спасибо. Спасибо. Давайте отпустим этого красавца. Это речной царь. Царь реки Рамганга. Это речной царь. Речной царь Рамганга. Якуб Финей и команда отпускают свой рыболовный рекорд на волю. Чтобы он продолжал расти и охотиться.